Появилась последняя информация о сёстрах Хачатурян. Итак, читаем. Сёстры Хачатурян впервые встретят Новый год не вместе. Накануне праздников состоится суд по продлению меры пресечения Ангелине, Кристине и Марии. Подпись к фото. 27 сентября Басманный суд города Москвы отпустил всех трёх сестёр Ангелину, Кристину и Марию прямо из зала суда по домам. Громкое убийство произошло в самом конце июля. Три сестры погодки, 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян зарезали собственного отца, нанеся ему около 40 ножевых ранений. Девушек тут же арестовали, предъявив им обвинение по самой тяжёлой статье УК РФ «Убийство по предварительному сговору группой лиц». Но позже, когда стали всплывать всё новые и новые факты из жизни семьи, постоянные побои, сексуальное насилие, запреты ходить в школу, общаться с матерью и братом, многие назвали то, что произошло с сёстрами, доведением до убийства. Делом занялись следователи из Главного следственного управления СК РФ. В октябре сестёр выпустили СИЗО, назначив им абсолютно новую для нашей судебной системы меру пресечения – запрет определённых действий. Всех троих расселили по разным адресам, надели электронные браслеты. В конце ноября вышло постановление по этой мере, и всем троим сёстрам надели браслеты, контролирующие их передвижение, пояснил адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. По правилам, девочки обязаны находиться дома с 21.00 часа до 7 часов утра. Всё остальное время они вольны перемещаться как угодно. Кристина Хачатурян живёт с тётей, Ангелина Хачатурян с бабушкой, где-то в Подмосковье. Места их пребывания семья не афиширует, чтобы избежать провокации. А Мария с мамой в той самой квартире в Москве, которую многодетной семье выдало государство. Ангелина самая активная, у меня рассказала. В комсомолке мать девочек Аурелия Дундук. Она сама решила, что будет ходить в школу, прямо в класс, а не дома учиться. Мы её записали в школу в том городе, где она живёт. Класс небольшой, всего 10 человек. Фото. Аурелия Дундук. Не боялась она идти. Всё-таки такая громкая история. Немножко. Но всё прошло хорошо. Если кто и понял, кто она, то даже виду не подал. А может и не узнали её. Не все же смотрят телевизор и следят за новостями. Всё спокойно. Учится, занимается спортом. И дома у неё тренажёр. И пробежки по утрам она сама себе устраивает. Знания даются тяжело. Всё-таки, считайте, 10 и 11 класс она в школе почти не была. Младшая сестра Мария тоже готовится к ЕГЭ. Но она, в отличие от Ангелины, предпочла учиться дома. Одну неделю она ходит к учителям после обеда. Вторую дома выполняет все задания. Рассказывает Аурелия. Марии повезло больше. Вся моя ласка и любовь ей достаются. К другим девочкам я езжу при каждой возможности, конечно. Но сейчас я на работу вынуждена выйти. Надо же семью кормить. Да и на допросы и другие следственные действия постоянно с Марией езжу. Бывает и по два раза в неделю даже. Так что не так часто получается повидаться. Вопрос. Вы с девочками обсуждаете, что будет дальше? Впереди ведь основной суд и вполне возможно, они опять окажутся в тюрьме. Многоточие. Ответ. Нет, мы стараемся об этом не говорить даже. Что будет, то будет. Мы стараемся их любить, заботиться и баловать. Чтобы если и окажутся, за решеткой было что вспомнить. А сейчас раньше времени, зачем их травмировать? Мария и так до сих пор плохо очень спит. Судебно-медицинские эксперты признали, что самая младшая сестерна находилась в невменяемом состоянии на момент убийства. И довел ее до такого отец своим аморальным поведением, примечанием авторов. Ангелина и Кристина про все, что было вспоминать, не любят. Не просто им все это. Вопрос. Говорят ли они про отца и ту свою жизнь на Алтуфьевском шоссе? Ответ. Нет. Не вспоминают и не скучают. Ни почему абсолютно. Ничего хорошего у них там не было. И вспоминать нечего. Достаточно того, что их на водопросах постоянно расспрашивают обо всем, что было. У старших девочек на следственных действиях я не бываю и не знаю, что они там говорят. Но от того, что рассказывает Мария, мне очень плохо. Семью разделили. Пострадал в этой истории и старший сын Аурелии и Михаила Сергей. Парню 22 года и он не может жить с семьей. Следователь не разрешает ему бывать там, где сестры. Он тоже свидетель по делу. Сейчас живет у друга, но очень ему домой ко мне хочется. Говорит Аурелия. Плачет прямо. Я стараюсь его баловать. То блинчиков напеку и отвезу, то другие домашние лакомства. Вот так все мои дети сейчас разделены. Новый год будут все по отдельности встречать. Девочки впервые в жизни на праздник в разных местах. По правилам Ангелину, Марию и Кристину могут навещать подружки. Но только лишь те, кто не является свидетелем по делу. Таких девочек немного, но знаю, что Ангелина регулярно с одной общается. Мария же почти ни с кем, только со мной. Ну а Кристина тоже мало из дома выходит. Она даже учебу пока забросила. Все решится? Тогда будет поступать опять. Но уже не в медицинский колледж. Туда она пошла, потому что отец настаивал. Сейчас говорит, что медицина не ее совсем. Хочет быть экономистом. Школу она закончила на 4 и 5. Так что шанс поступить в институт у нее хороший. Перед Новым Годом родственники со стороны отца наконец-то передали вещи девочек из той самой квартиры, где все произошло. После ареста никто из нас там не бывал. Арсен, племянник погибшего Михаила Хачатуряна, сменил замки и никого не пускал. Хотя я просила вещи девочек хоть какие-нибудь, чтобы передать в СИЗО, продолжает Аурелия. В итоге мне пришлось всем троим новую одежду покупать. Спасибо, добрые люди помогали. И вещи передавали, и деньги. И вот на прошлой неделе через адвокатов объявились тетя и племянник. Передали 4 мешка одежды. Я сначала обрадовалась, но потом увидел, что там за обноски. Многоточие. Ужас. Половину выкинуло. Арсен при этом всем журналистам рассказывал, что отец девочек баловал. Наряжал их и покупал все новое и красивое. А на самом деле там все грязное и дырявое. Даже теплых вещей нет никаких. Как они жили вообще не понимаю. Самое ценное из того, что передали фотографии школьные и детские. За это я очень благодарна. Расследование уголовного дела сестер-отцеубийц идет полным ходом. Следственных действий очень много. Прокомментировал КП-адвокат Кристины Алексей Липцер. Мы знакомимся с экспертизами, не все еще даже готовые. Ждем результатов посмертной психолого-психиатрической экспертизы Михаила Хачатуряна. По моим ощущениям, дело будет передано в суд не раньше февраля-марта будущего года. Какое именно желание три сестры загадает под бой курантов? Вопрос. Скорее всего, оно у них одно на троих. Хоть они и порознят, вот уже почти полгода. Вечер пятницы, половина восьмого. Из окна квартиры на третьем этаже типовой панельной 12-этажки на северо-востоке Москвы слышны крики «Убивают». Через несколько минут тело 57-летнего Михаила Хачатуряна находит в луже крови на лестничной площадке. Три хрупкие молодые брюнетки зарезали своего отца. Крупный сильный мужчина пытался вырваться и убежать, но справиться со своими дочерьми не смог. 17-летняя Мария нанесла отцу около 40 ударов ножом в шею и грудь. 18-летняя Ангелина била его молотком по голове. А 19-летняя Кристина распылила в лицо газовый баллончик и всадила нож прямо в сердце. Михаил Хачатурян умер страшной смертью, но его девочки жили в еще большем аду. Через несколько минут после приезда полицейских на место убийства в квартире 39-летней Аурелии раздался звонок. «Мама, там что-то с девочками, кто-то умер». Это звонил ее старший сын Сергей. Как в тумане, не понимая ничего, Аурелия примчалась в дом на Алтуфьевском шоссе. Девочки ее обняли и тихо произнесли «Мамочка, ты с нами?» «Ты с нами?» С Михаилом Аурелия прожила 20 лет ада. А поначалу все выглядело, как в настоящей сказке. Он был невероятно мил, красиво ухаживал, красиво говорил, как принц из детской мечты. Ей было 17, ему 34. Аурелия с мамой приехали в Москву из Молдавии. Он увидел ее на остановке, предложил подвезти, обещал во всем помочь. Первым родился Сережа. Михаил засомневался, от него ли сын. Уже через год появилась старшая дочь, Кристина. Аурелия собралась на праздник к своей маме, надела красивое платье. Михаил ударил ее по лицу и начал душить со словами «Ты из этого дома больше никуда не выйдешь». После этого Аурелия не выходила на улицу 5 лет. Без разрешения Михаила она не имела права говорить даже по телефону. Михаил требовал, чтобы Аурелия рожала каждый год. В двухкомнатной квартире жили в девятером. Аурелия, четверо детей, Михаил, две его сестры и мать. После четвертого ребенка над истощенной молодой женщиной сжалилась сестра Михаила. И сама принесла ей противозачаточное. Но за то, что больше не могла забеременеть, Михаил начал избивать ее еще чаще и еще сильнее. Кстати, официально они не были женаты, только венчались. Михаил во всех инстанциях числился как многодетный отец-одиночка и сам получал все льготы. Одними избиениями Михаил не ограничивался. Дома были пистолеты, винтовки. Он стрелял прямо в квартире. Все стены были в отверстиях от пуль. Угрожал убить всех и кричал. Я вас вывезу в лес, грохну там, никто не найдет. Аурелия не раз обращалась в полицию и в кризисные центры. Но приходили только отписки. Когда совсем не было сил терпеть, она сбегала из дома. Но муж всегда находил и возвращал. Три года назад после очередного избиения приставил пистолет к виску и сказал, если хочешь остаться живой, не доводи меня до греха, уходи прямо сейчас. Девочек потребовал оставить себе. Дочки успокоили маму. Уходи, наладишь жизнь, к тебе переедем. Идти было некуда, а дочек, была уверена Аурелия, Михаил сильно любит и никогда не тронет. В отличие от старшего сына. Сергея отец выгнал из дома, когда мальчику было 16. Подросток скитался по подъездам. Мать украдкой втайне приводила его домой, когда муж уже спал, и прятала на ночь в диван. До рассвета мальчик должен был уйти. Однажды муж его заметил, избил обоих и сказал, еще раз увижу в своем доме, убью и того, и другую. Аурелия сняла квартиру, устроилась продавщицей. С дочерьми встречалась украдкой. Сестры говорили, что пошли гулять с собакой и убегали в соседний двор. Обняться с мамой и быстрее обратно, чтобы отец не узнал. Девочки всегда говорили, у нас все хорошо. Аурелия держала связь с их школьными подругами и с сестрами Михаила. И те успокаивали, в семье все в порядке. Он их не обижает, балует даже. Внешне и правда все выглядело роскошно. Дорогая машина, квартира, послушные красавицы-дочки. Отец верующий, часто ездил в Израиль по святым местам. Дома на стенах висели иконы. В гости на обед приходили священнослужители. Правда, чем занимается Михаил, где работает, никто не знал. Да и девочке никому не рассказывали. Соседи поговаривали, торговал наркотиками. Причем в открытую. Оставлял свой серебристый джип у входа в магазин и ждал клиентов. Не говорили девочки не только о папиной работе. После смерти отца вскрылись страшные подробности. Их жизнь действительно была похожа на ад. Сестры чувствовали себя рабынями. Михаил поднимал на них руку за любую мелкую провинность. Бил руками и даже прикладом оружия. Синяки и шрамы девочки прятали под одеждой. Если их было не скрыть, не выходили из дома. У Михаила был специальный колокольчик. Он в него звонил, и одна из дочерей должна была прибежать в ту же секунду. Хоть днем, хоть ночью. Отец мог попросить закрыть окно или принести воды. Сам дома ничего не делал. Девочки прислуживали как рабыни. В квартире всегда должна была быть идеальная чистота. Однажды Михаил увидел два собачьих волоса. Заставил одну из дочерей вычесать их лабрадора и съесть шерсть. Отец-тиран следил за каждым шагом дочерей. В доме установил видеонаблюдение. Контролировал, куда и во сколько уходят дочки, когда возвращаются. Часто запрещал им даже ходить в школу. На пропуске учителя как будто не обращали внимания. Это никого не беспокоило. Ведь внешне казалось идеальная семья. В полицию девочки не обращались. Были уверены, что бесполезно и у папы все везде куплено. С их слов, в квартиру однажды пришел полицейский. Отец наставил на него дробовик и страж порядка ушел. Дома у Михаила нашли целый арсенал оружия. После убийства из квартиры изъяли арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер, охотничье ружье, пневматический пистолет и пневматический револьвер. Местный участковый Михаил Калашников, который на участке всего 3 месяца, пожимает плечами. Мало, жалоб на Хачатуряна не поступало, а если бы убитый торговал наркотиками или издевался над дочерьми, ему, Калашникову, жильцы бы точно сообщили. После убийства отца девочки свою вину признали сразу. Из материалов столичного управления Следственного комитета. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий. Конец цитаты. Страдания были не только моральными. Прокуратура подтвердила, что отец насиловал своих дочерей, старших, Кристину и Ангелину. Все то время, пока Михаил был жив, девочки хранили эту страшную тайну. Разве расскажешь о таком даже подружкам? Кристина даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Наглоталась таблеток. Ей вызвали скорую, врачи промыли желудок и положили в больницу. Две недели она провела под капельницами. Но об этом случае никто, кроме семьи, не узнал. Ни в школу, ни в полицию информацию не передали. Отцу снова удалось замять дело. Сейчас открываются все новые подробности, от которых становится жутко. Тысячи людей пишут петиции в защиту сестер Хачатурян. Всем троим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группы лиц по предварительному сговору. Наказания жестче, чем за такое, в Российском уголовном кодексе не существует. Максимальный срок – 20 лет лишения свободы. Моя любимая мамочка. В прошлый раз не было времени написать побольше, поэтому напишу тут. Если ты не будешь грустить, то и мы не будем. Ты же знаешь, что мы сильные и со всем справимся. Главное, что я хочу, это то, чтобы ты жила дальше и радовалась жизни. Ты самое дорогое, что есть у нас, и мы не хотим, чтобы из-за нас твоя жизнь пошла под откос. С Ингериной и Кристиной иногда пересекаемся. По ним видно, что у них тоже все хорошо. Знай, что мы тебя очень любим, и ты не должна грустить, а особенно плакать. Прости, что усложнили твою жизнь и за все остальное. Ты самая лучшая мама на свете. Целую и крепко обнимаю.